МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На очередном совместном заседании думских комитетов депутаты рассмотрели ряд представлений и протестов прокуратуры. Они появляются из-за того, что Городская дума не всегда успевает приводить местно-нормативно-правовые акты в соответствии с высшим законодательством. По словам юристов, процесс нормотворчества достаточно сложный и затяжной, и своевременно реагировать на федеральные и региональные изменения не получается по вполне объективным причинам. Законодательство у нас достаточно часто меняется. А для того, чтобы на местном уровне разработать тот или иной нормативно-правовый акт, это все зависит от сложности самого нормативно-правового акта. Правовые акты разработаны. Всего того, что депутатский корпус находился в отпусках и не собирался, законодательство не приведено в соответствие. Молодежь, свобода и ответственность в Духовно-научном центре прошла традиционная конференция «Православное лето». Участники ежегодного семинара обсудили актуальные вопросы духовного и патриотического воспитания современного поколения и поделились своим опытом работы в этом направлении. Подробнее о конференции расскажем в следующем репортаже. Представители городской думы, администрации, церкви, педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, волонтеры и студенты. Конференция «Православное лето-2018» собрала в стенах Духовно-научного центра около 50 человек. И для каждого участника тема духовно-нравственного воспитания молодежи – не пустой звук. В современных условиях это очень важно – поговорить, какие проблемы существуют, какие нужны пути решения этих вопросов. И вот такое совместное обобщение проблем и также диалог, который необходим между светскими учебными заведениями и представителями Русской Православной Церкви, очень важен. Вера Македонская – частый гость в нашем городе. Профессор поделилась с присутствующими своим опытом работы в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи. Особое внимание уделило вопросам всестороннего развития студентов Технического университета. Человек не должен быть только технократом, если он становится инженером и тем более готовит себя для именно атомной отрасли. Но вот эти духовные начала, вот эти нравственные ориентиры – они очень важны, потому что действительно человек не может без этого реализовать себя. Также на конференции поднимались вопросы образования и социальной работы. Гости из Москвы рассказывали о проходящих у них паломнических поездках и делились интересными аспектами из истории нашей страны. Хоккейный клуб «Саров Инвест» готовится к чемпионату области. В преддверии турнира уже в это воскресенье, 23 сентября, в Ледовом дворце пройдет товарищеский матч между хоккейным клубом «Саров Инвест» и молодежной командой «Ракета». Начало в 11 часов дня. Вход свободный. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове снова проверят работу системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. С 25 сентября по 1 октября в нашем городе можно будет услышать тревожный звук электросирен. Как сообщили в Управлении по делам ГОИЧС, тестирование системы оповещения проходит в плановом порядке. Саровчан просит не пугаться тревожных звуков и сохранить спокойствие. В Центре поддержки предпринимательства научат Саровчан грамотно составлять договоры. 27 сентября там пройдет бесплатный семинар, гостям которого подробно расскажут, на что стоит обратить внимание при заключении юридически значимых документов. В роли ведущего выступит нижегородский юрист Татьяна Варавина. Участие в семинаре бесплатное. Приглашаются все желающие. Центр развития культуры и искусства приглашает семейные пары, которые в этом году отмечают круглую дату совместной жизни к участию в празднике «Союз сердец у судеб». Мероприятие пройдет в Думе молодежи 18 октября. Более подробную информацию можно получить по телефону 53210. Каждую третью пятницу сентября свой профессиональный праздник отмечают те, кто становится связующим звеном между отделами и специалистами компании. Секретарь – сложная ответственная профессия, представители которой отвечают за бесперебойную работу офиса или предприятия. По статистике секретари входят в пятерку самых востребованных и популярных профессий в мире. В прошлом делу производитель и помощница одного из руководителей СРФТИ НИАУМИФИ Елена Кузьмина сегодня с гордостью говорит про себя. Я – секретарь. Работая в администрации города около года, она давно определила, что самое сложное в этой легкой с виду профессии. Тут многостаночность, потому что приходится иногда выполнять несколько дел одновременно. Иногда бывает, что у меня весь компьютер завешан какими-то стиками, что надо сделать вот вначале вот это, потом вот это, потом вот это, вот это. Еще ответить на звонок, еще завести какой-то документ, еще скоординировать руководителя. И вот какая-то вот такая многостаночность, наверное, самая сложная. А так, в принципе, работа интересная. По мнению Елены, в современном мире о секретарях сложилось неверное мнение, взятое из советского прошлого. Кофе и чай она и ее коллеги своим руководителям не носят, а межличностные отношения строятся на уважении и профессионализме. Основная задача современного секретаря – сделать работу руководителя более эффективной и многозадачной. У секретаря должен быть, наверное, хорошо выглядеть. Всегда должно быть, наверное, хорошее настроение, несмотря на то, какие у тебя проблемы дома. Проблемы дома остаются дома. Здесь должна быть всегда улыбка, пусть плюс приветливость. Елена Кузьмина подчеркивает, секретарь – это лицо фигурального рожайства того кабинета, в который идут посетители. За год работы для себя она вывела три золотых правила. Ну, первое, наверное, правило – это вежливость. Второе, наверное, это трудолюбие. И третье, наверное, это коммуникабельность. В профессиональный праздник, пусть и неофициальный, девушка пожелала всем своим коллегам быть на высоте. А тем, кто только собирается вступить на этот непростой путь, не бояться и действовать. Быть секретарем сложно, но интересно. 29 октября исполнится ровно 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. В школу комсомола прошли свыше 200 миллионов юношей и девушек. Ими был накоплен большой опыт во многих сферах жизни страны. Сегодня по всей России идет подготовка к юбилею ЛКСМ. В честь предстоящего праздника в районе 17-й школы появилась новая аллея, которая будет носить имя «Столетие комсомола». Участники акции четко распределили роли. Девушкам досталась работа по поливке деревьев, а молодым людям – подготовка ямы, переноска тяжелых саженцев. Действовали коллективы ребят слаженно и быстро. Все понимали, делают одно большое и полезное дело, которым потом смогут гордиться. «Нравится, когда в городе, например, особенно когда город обращается к молодежи. Это значит, что городу не безразлична молодежь. И я бы с удовольствием в этом поучаствовал». Инициатором посадки аллей, посвященной столетию ЛКСМ, стал депутат городской думы, а в прошлом – один из секретарей городского комитета комсомола Иван Ситников. Несколько месяцев согласований с различными инстанциями, покупка саженцев. И все ради одной цели – рассказать подрастающему поколению о такой организации, как «Комсомол». «Мало посадить дерево, просто как зеленое насаждение. Здесь еще преследуется воспитательный эффект. Если молодые люди в честь своих бабушек и дедушек, которые были когда-то комсомольцами, посадят эту аллею, они будут хвалиться и своим детям и мнукам будут говорить – это я посадил». Сложность, с которой столкнулись волонтеры, на месте будущей аллеи – каменистая земля. Как выяснилось в процессе подготовки почвы при строительстве здания общежития, рабочие мусор не вывозили, а просто закапывали. Но место организатора менять не стали. «Мы долго выбирали, где посадить эту аллею. Но ведь не на задворках ее разбивать, и не во дворах, где никто не увидит. У нас все-таки улица Зернова – это парадный въезд в наш город, да? Третий КПП и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь прижились на достаточно неухоженной территории, прижились достаточно престижные деревья». Деревья высажены. Пройдет несколько лет, и в их тени с удовольствием будут отдыхать саровчане. Добрым словом вспоминаю не только комсомольскую организацию, но и ребят, которые эту аллею сажали. Классический народный танец, джаз, модерн и даже постановки с элементами йоги. Танцевальный коллектив «Гела» существует в нашем городе уже более 20 лет. И за это время он не раз становился лауреатом российских и международных хореографических конкурсов. А в этом году Министерство культуры Российской Федерации присвоило коллективу звание «Народный». Подробности далее. В танцевальном коллективе «Гела» занимаются более 50 человек. Кристина Мурзина пришла сюда еще подростком. Сегодня она репетитор. Девушка помогает руководителю ставить постановки, в которых и сама принимает участие. Звание «Народный» – частичка заслуг каждого участника коллектива. И за успех команды Кристина радуется как за свой собственный. Когда нас просмотрела уже соответствующая жюри из Министерства культуры и оценила наши заслуги, присвоила нам звание «Народного коллектива», это, конечно, была очень большая радость для нас, как для коллектива, который работает в разных направлениях и очень давно существует в городе Саровцкий, Трвяцнеев. Танцы – это не просто искусство, а тяжелый спорт. За той красотой и легкостью, которую мы видим на сцене, стоят многочасовые изнурительные тренировки, слезы, порой травмы. Но результат стоит всех этих усилий. К званию «Народного коллектива» «Гела» шла не один год. Шли мы долго к этому званию, развивались, старались, занимались. Мы все очень счастливы и очень гордимся. И на самом деле для людей это важно, потому что это труд. Большую часть жизни они оставляют в этом зале. Когда получаешь звание, это очень приятно и стимулирует дальше развиваться, что-то дальше делать. ХК «Саров» провел очередную домашнюю игру в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. На этот раз наши спортсмены принимали на своем льду команду «Рубин» из Тюмени. Матч выдался напряженным, с острыми моментами и красивыми голами. Однако успех в этой встрече сопутствовал команде гостей. Подробнее о результатах матча расскажем далее. Игра хоккейного клуба «Саров» против «Рубина» заставила болельщиков изрядно понервничать. В первом периоде гости атаковали саровских спортсменов и практически сразу распечатали ворота соперника. Хозяева льда пытались отыграться, но удача оказалась на стороне тюменского клуба. На последних минутах первого периода игроки «Рубина» отправили еще одну шайбу в наши ворота. В первом периоде удачно мы забили большинство, что не шло в последнее время, много работали над этим, но сегодня сыграло. Второй период, считаю, соперник полностью доминировал, полностью переиграл, нас задавил, немножко мы поплыли там. Второй отрезок матча показал, что игроки хоккейного клуба «Саров» сдаваться не намерены. Взяв инициативу в свои руки, наша ледовая дружина забила «Рубину» две шайбы. Третий период стал решающим для обеих команд. Первые минуты игроки шли на равных, но в завершение встречи гости сумели вырваться вперед. Итог матча 2-4. У меня нет никому из ребят претензий. Все отдавались, все бились, все четыре звена. Но кто-то был посвежее, кто-то был потяжелее. Несмотря на то, что хоккейный клуб «Саров» открыл сезон не совсем удачно, спортсмены не спешат расстраиваться. Завершается только первый месяц чемпионата ВХЛ, и впереди еще есть время, чтобы показать себя. У нас молодая команда, много кто не играл в высшей лиге, кто-то играл мало в этой лиге. Но не знаю, как я, я вижу прогресс у нашей команды. Прибавляем от игре к игре. И это еще только начало чемпионата, думаю, у нас все будет хорошо. На сегодняшний день хоккейный клуб «Саров» находится на 13-й строчке турнирной таблицы высшей хоккейной лиги. Поддержать наших спортсменов может каждый. С расписанием игр чемпионата ВХЛ можно ознакомиться на официальном сайте хоккейного клуба «Саров». Наступила осень, пора простудных заболеваний. И так важно быть во всеоружии. Натуральный мед укрепит ваш иммунитет. Всего одна ложка лакомства в день, и вам не страшны ни дожди, ни ветры. Простуда минует вас стороной. Огромный выбор сортов меда в Центре культуры и досуга в Ниев. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досуга в Ниев. С 21 по 23 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворил каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед. Липовый, майский, цветочный, высокогорный. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Осенью в сезон простуд и вирусных заболеваний необходимо заботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. На ярмарке есть мед только с прополисом, а также с прополисом и кедровой живицей. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. А еще поможет укрепить вашу иммунную систему мед с пергой. Мед с пергой – это в первую очередь. С утра по чайной ложечке – это замечательная вещь для иммунитета. Иммунную систему укрепляет хорошо. А также еще и все хронические заболевания, потому что в перге очень много полезных свойств. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Если вы самостоятельно не справитесь с выбором, пчеловоды Михайловы придут на помощь и посоветуют мед, который идеально подойдет вам. Ну и, конечно, все сорта можно попробовать лично. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуговнеев с 21 по 23 сентября. С 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей!